В этом году было выявлено три таких нарушения. Несертифицированные полотенца и футболки использовали в трех детских лагерях. По словам специалистов Роспотребнадзора, нарушения устранили. У нас детский курорт и мы особое внимание уделяем той продукции, которая у нас распространяется и которая пользуется в детских лагерях. В том числе это особенность курорта. Роспотребнадзор в течение летнего курортного сезона обязательно контролирует в том числе и продукцию легкой промышленности и парфюмерно-косметическую продукцию. Что мы смотрим? Мы смотрим постельное белье, мы смотрим полотенца, мы смотрим футболки, кепки, которые применяются для детей в лагерях, когда они приезжают в лагерь и лагерь им выдает эту одежду. Зачастую товар не соответствует маркировке, либо у владельца нет на него документов. В этом году в Анапе было исследовано 28 проб продукции. Шесть предпринимателей не прошли проверку и заплатили штраф. Особенно нас волнует магазин один, это ИП «Планета». Дважды мы проверяли этот магазин, продукции первый раз не соответствовало нормативным требованиям, много было нарушений по документам. Вот потом, когда мы пошли с контролем предписания, также было выявлено нарушение, и на этот магазин дважды подавался материал в суд. Сейчас в магазине все еще можно увидеть обувь и одежду с логотипами известных брендов по весьма доступной цене. Если проверка покажет нарушение в третий раз, будет ставиться вопрос о закрытии магазина.